Ты вот, Оля, еще ничего не сказала, а уже пишут спасибо за интересного гостя. Сидит и молчит, такой интересный. Я хочу сказать по предварительному сговору. Мы с тобой по предварительному сговору в составе группы лиц. Оля, вот объясни мне, пожалуйста, и всем, я не знаю, почему до сих пор не задали такой вопрос, почему такая умная, красивая, привлекательная женщина знает такие слова, как предварительный сговор, вот это вот все. Давай-ка все-таки для тех, кто не знает тебя и хочет с тобой повзаимодействовать, например, как с женщиной, а не как с... Расскажи кратко, что такое Русь сидящая и как это было в России, и что... И вообще ты, Оля, сейчас в Берлине говорю всем. Давай. Русь сидящая в России, еще есть Русь сидящая в Праге, в Чехии, еще есть Русь сидящая в Германии, сейчас будет Русь сидящая в Гааге, на всякий случай, так поближе к трибуналу, знаешь, мало ли, мало ли. А Русь сидящая, это, ну, такая банда. Ну, тоже по предварительному сговору в составе группы лиц в неустановленном месте, в неустановленное время мы собрались и познакомились, конечно, все в тюрьме. Ну, а что, да, естественно. Мой тогдашний муж в 2008 году сел в тюрьму, а я была журналисткой. И я такая... Мы вместе с Лазарем Тейфе получали. И я такая была уверена совершенно, что я знаю свою страну. Боже мой, я 20 лет журналист, я все знаю. Я знаю, какая она за Байкалом и до Байкала, какая она сверху и снизу, какая она там в Чечне и в Калининграде. И народ, я знаю, ну что, ну так. А вот оказалось нифига. Оказалось нифига. Когда я попала в тюрьму первый раз, в Бутырку, обнаружилось... Ну, то есть, я, конечно, читала там Шаламом, Солженицын, все это читала. И внезапно, оказавшись внутри Шаламом и Солженицын, я, во-первых, поняла, что это существует до сих пор. Надо сказать, что с тех пор прошло время, и все это углубилось. И расширилось на всю страну. И что я совершенно не знаю, конечно, людей. Вообще не знаю людей, населяющих нашу прекрасную страну. И в хорошем, и в плохом смысле, в самых разных. И вот девочки, с которыми я встретилась тогда в первый день в Бутырке, летом 2008 года, они до сих пор составляют костяк Руси сидящий. Подожди, а это девочки, они кто были? Они сидели там? Мы пришли, мы пришли узнавать, что тут как устроено, и понимать вообще, как это все. То есть мы, наверное, все были новенькими. Кто-то был на неделю раньше, кто-то был на неделю позже. И быстро во мне заговорил, конечно, медиа-менеджер, поскольку, ну, я увидела, что толпа стоит сразу во все очереди. Мне подумали, как-то странно, мы так слова не продадим. Надо как бы, чтобы одна стояла к врачу, за всех, одна стояла на передаче, сразу всем передавала, одна пошла вон и сидела со всеми детьми, а третья иди в свою бухгалтерию и работай, да, нечего тебе тут добиваться увольнения, да, за прогулы. И мы встречались в шоколаднице напротив бутырки каждый вечер и обсуждали, кто что увидел, кто что сделал, тот что увидел, тот что узнал. К нам сейчас присоединятся уже старенькие или более новенькие. Мы уже все начали рассказывать, что как. Потом начали в суды ходить. Я тогда придумала красное платье, которое ты хорошо знаешь. У нас с тобой есть фотки обе в красных платьях. Мы придумали, что мы должны ходить на суды в красных платьях. Ну, во-первых, потому что мы же знаем с тобой, что красное платье, оно не позволяет не позволяет не помыть голову. Оно не позволяет взять какую попалу сумочку, а оно не позволяет ходить там, я не знаю, в разных носках. Ну, что-то такое, да? То есть ты уже сейчас на ногти смотреть. Ты так уже спину выпрямляешь. И еще, конечно, красное платье имеет такой эффект. Ты там заходишь к следователю, а он привык, что ты такая согбенная, такая вся зареванная, такая вся несчастная. А ты заходишь в красное платье, во-первых, с прямой спиной, потому что красное платье. И говоришь ему, здрасте, потолок покрасить, да, а ты такая наглая, да, в красном платье. Может, там кто-то за тобой стоит, там что-то нашла себе, да, там что-то как-то... И тоже так начинает аккуратненько. А когда ты приходишь в суд, там судят какого-нибудь, там, ну, твоего, твоего человека судят, да, обычно это мужчина. И ты обычно один на один, и весь мир против тебя, потому что конвой, собаки, прокурор, какие-нибудь там светлее обвинения, плохие люди, там какие-нибудь там еще что-то такое. И только адвокат так за тебя, и ты понимаешь, что за деньги. Ну и все, ты одна сидишь на скамейке, они там все где-то там кучкуются около клетки, а ты там одна в этом зале. А вот приходят 40 человек, женщин в красных платьях. Это красиво. Во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво, да. Да. Во-вторых, это производит впечатление. Сидит уже человек в клетке, улыбается, понимает, что новые подружки у жены, да, что они сильные, что они как-то все вместе, что это явно какая-то банда, да, какая-то одна, и явно какая-то тематическая. И у судьи там брови вверх полезли, и прокурор... Подожди, это все здорово, но, хотя я это не знала, слушай, мне ужасно интересно, но ведь вы были бандой, не просто вы собирались ходить в красных платьях. Что делали-то? Ну нет, мы пытались выжить. Мы пытались выжить, и так как мы продвинулись, продвигались каждый день вперед, и все равно ходили в тюрьму, там, по своим нуждам, то все время каждый день встречали новеньких, которых мы быстренько рассказывали, что как, потому что мы уже понимали, что у нас есть опыт, и кто из нас там уже прошел суд, и как в зону ездить, и что с собой брать, кастрюлю брать, не брать, постельное белье брать, не брать, что там, как там зэки, как там страшно, какие документы брать, что там вообще происходит, как телефон сдавать, таблетки можно, нельзя. То есть каждый, кто получал новый опыт, моментально делился со всеми, со всей структурой, со всей организацией. И понятно стало, что нельзя из этого опыта уходить просто так, а потом начали выходить постепенно разные люди, да, и женщины, и мужчины к нам присоединятся, и уже рассказывали с той стороны, и как, и адвокаты никуда от нас не ушли, и стало понятно, что надо как-то регистрироваться, создать фонд, и с тех пор вот Русь сидящая, с тех пор мы так и работаем, благотворительный фонд помощи осужденным их семьям, Русь сидящая, у нас сейчас образовательное направление, большое, школа общественного защитника имени Сергея Шарова-Доланы, у нас сейчас и там юридическая большая часть, такая правовая методологическая часть, адвокатская часть, гуманитарная часть, отдельная детская программа, отдельная программа по труду в зоне, отдельная программа по медицине в тюрьмах, там, в общем, бесконечное количество программ, и, конечно, сейчас две большие программы по украинским гражданским похищенным пленным в России, которые в местах лишения свободы у нас скрываются. Это отдельная большая программа. То есть скрываются или их скрывают? Скрывают от всех. Где-то с марта начали их хватать на территориях, которые сейчас деоккупированы. Прежде всего, Киевская область, Буча, Гастомель, Ирпень, Черниговская область. То есть их оттуда забирали, увозили в Россию и сожжали? Да, Марковская область. То есть у нас учительница, которая сейчас уже до свободы, Виктория Андруша, учительница математики, 24 года, вот она с марта по октябрь, в октябре ее обменяли. Роман Войко из Гастомеля, он 56 лет, инвалид, афган прошел. Он у нас до сих пор где-то в Курске сидит, судя по всему. А как вы их находите? Подожди. Не скажу, это тюремное радио, это уже надо поработать немножко. Я понимаю. Не скажу, как мы их находим, но находим. Ну, допустим, когда люди уже обретают свободу, они рассказывают, что встретили вот этого, встречали вот этого, эту фамилию знаем, эту фамилию знаем. Этого встречали, того встречали. Вот. Еще у нас большой слой. То есть это непонятно, куда отнести. Это украинцы, которые не прошли фильтрацию. То есть когда они уходили по гуманитарным коридорам в Россию, да уфига народу задержали и отправили их в плен. Что имеется в виду? Если человек раньше работал в АТО или в полиции, или хоть была по-спортийской, там, в Мариуполе есть у нас девочка, до войны, до начала войны, то есть по всем международным правилам, это гражданские лица. Ну, ты работала по-спортийской, когда работал по-лицейскому, у тебя был контракт с СССР 5 лет назад, или 8 лет назад. Ну, то есть, ну, все, это гражданское лицо. А нет, везде в мире это гражданское лицо, а Россия считает, российские власти считают таких людей военнопленными, да, комбатантами. И они, соответственно, в раздел попадают военнопленные. Это не подпадает ни под какие-то женевские конвенции, но это существует. То есть, пока ты сообразишь, что работаешь, работаешь с родственниками, ищешь, ищешь, ищешь человека, потом выяснишь, что он давным-давно где-то там служил, опа, все, все, понятно. То есть, он не среди гражданских заручников, не среди гражданских пленных, а вон там. А есть еще украинцы, которые сидели здесь, в России, за какие-то преступления, за свои какие-то косяки. И вот там у него уже жена российская гражданка, там дети российские граждане, вот у него квартира, там семья, там теща, все на свете. И вот он выходит, у него украинский паспорт. И все. И он продолжает сидеть в тюрьме. Это называется ЦВИКС, Центр временного содержания иностранных граждан. Вот в Сахарово, в знаменитом Сахарово, куда в свое время паковали протестантов, вот там вот сидят иностранные граждане. Вот таких центров по стране их очень много. И вот туда отправляют украинцев. Если бы это были бы не украинцы, а, например, белорусы, их бы депортировали бы, и все, как принято. А как украинцев депортировать? А куда? А как? А война идет. И они там сидят до бесконечности. Кошмар. И вот наша задача, да, их оттуда вытащить. Это мы умеем делать. Это тяжело, но делать мы умеем. У нас уже в этом году довольно много, да, вытащенных людей. Слушай, а их нельзя обменивать на пленных? А куда их обменивать, если у него вот здесь, там, я не знаю, там, где-нибудь в Таеве, у него жена, теща, трое детей. Куда его депортировать? Ну да. Он не хочет, он у него тут все. И как? Куда его обменивать? Он не хочет. Он хочет оставаться. А у него красный паспорт, а нельзя. Вот так, вот это еще штука. А военнопленные, это тоже отдельная история. Но нам туда особо нельзя лезть, потому что с военнопленными это всегда такие межкустарственные договоренности. Вот у нас на этой неделе вот недавно тетенька генеральша наша российская Татьяна Москалькова, вот она поехала в Турцию, села напротив дяденьки Бородатого. Это турецкий амбулсмен. И рядом сидел, видите, Лубенец. Это украинский амбулсмен. И вот они, значит, разговаривали втроем про обмен. И вроде как договорились про большой, при большой обмен. Вот сейчас мы всех на всех обменяем. Ура! Да здравствует наконец-то. А зачем они втроем сидят? Подожди. Почему втроем? Потому что, а где они встретятся? Они сейчас на нейтральной территории в Турции. Должен быть какой-то хозяин стола. Ну и гарант выполнения всего. И тут бац, что-то случилось. Мы не знаем, чего. И тетя Таня, генеральша, и Лубенец расходятся по разные стороны. Говорят, тьфу, тьфу, все. Все, мы не знаем, что случилось. Обмена нет. Ждем дальше. Ждем дальше. Вот такая вот еще есть фигня о малято. Вот. Слушай, а вот смотри. Да, подожди. Тут пишут, будут ли гуманитарные коридоры из России? Куда? Куда, да. Комментарии. Да, все, я поняла. Странный вопрос. Какие, куда? Да. Скажи, пожалуйста, а вы на что существуете вообще? Ну, в основном это донаты. Это не в основном, а донаты. Да, это частная доната полностью, полностью. Подожди, это в России организация? Организация в России. Мы в России. Мы существуем в Москве, в Петербурге. Петербург отвечает за весь Северо-Запад. Приходите к нам на Владимирский проспект. Мы сразу за театром. Мы в Новосибирске. А вы не иноагенты, нет? Не иноагенты, конечно. Мы давным-давно иноагенты. Мы матерые, давние иноагенты, естественно. А каким образом вам можно тогда донаты посылать? Ну, то есть в России? Ну, ты же понимаешь, что это уже не очень сейчас. Как это? А в России можно не посылать, а можно посылать. В России можно посылать у нас все счета в Сбербанке, в Альфа-банке. Пожалуйста. Мы иностранные агенты, но мы нежелательные, по крайней мере, пока. Подождите. То есть это можно присылать и в России, будучи помогать? Да. И давным-давно, уже лет 10 назад, я зарегистрировала в Праге фонд благотворительный тоже. Называется «За вашу и нашу свободу». Вот можно донатить туда. Вот мы... Это наша зарубежная, так сказать, точка. Хорошо, мы обязательно поставим ссылки, естественно, тоже. И, кстати, да, друзья, я свой канал тоже предлагаю вам поддерживать. Тоже присылайте донаты. Есть для этого QR-код где-то там. Ну, вы видите, да, попробуйте. Да, пишут, вот, например, Ольгу смотрю регулярно, но первый раз слышу про историю создания Руси Сидящей. Как интересно и грустно. Хорошо, теперь объясни мне, пожалуйста, ты говоришь, что Русь Сидящая теперь есть еще в разных городах Европы. А это что такое? Ну, все же разъехались, все разъезжаются. То есть основной костяк весь в России. Основной костяк в России пока приехала в Германию, обросла здесь с друзьями, связями и так далее. А ты давно, с какого года, подожди, в Германии-то? Я с 17-го года в Германии, да. Уехала секундочку, ну и как это обычная история. Вот. То есть здесь люди занимаются... Ну, то есть называется Феррань по-немецки, Руслан Хинтергейтеннер, то есть Россия за решеткой, то есть Русь Сидящая. Мы здесь тоже по тюрьмам ходим. Все-таки здесь русскоговорящих большинство, большинство сидящих. Это наши русскоговорящие граждане. Я не могу сказать, что российские граждане, но они есть из Литвы, которые говорят по-русски, из Молдовы говорят по-русски, с Украины говорят по-русски, из Белоруссии говорят по-русски. Мы книжки, книжки, чтиво, переписка, туда-сюда, все, что связано с русским языком. Вот сейчас перешли на одежду, но мы одежду не собираем, потому что что-то собирать, да, и здесь же это все. Секунд-хендом все очень просто, просто, ну, есть потребность, да, собрали, привезли. Вот, а книжки... Подождите, а какие проблемы могут быть, ну, как бы вам это зачем вообще? Какие проблемы в тюрьмах заграничных? Там же вроде бы все по правилам должно быть. Это не как у нас. Проблем, конечно, много. Проблем, конечно, много, но языковые, например, проблемы, да. А потом, ну, вот я вот много хожу по тюрьмам разных стран народов. Ну, тюрьма, есть тюрьма, везде проблемы. Гораздо меньше проблем в Скандинавии. В Скандинавии, собственно, три страны, Швеция, Норвегия, Дания. Финляндия и Голландия. Вот пять стран, где, ну, идеальная тюрьмная система. И идеальная. И лучше вам про нее ничего не знать. Потому что, конечно, да, захочется, захочется туда. И обычно адвокатам сразу хочется посидеть, да, и все. Слушай, подожди, подожди, подожди. Ты так говоришь, у меня впечатление такое, хотя, естественно, это наверняка не так, что типа ты такая, типа фан у тебя такой, хожу по тюрьмам. Смотрите, 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 смотрите. Когда я была молодой, наивной красавицей, я думала, что надо, конечно, писать концепцию реформирования тюрьмной системы. Потому что наша тюрьмная система пенсициарная, ужасная. Потому что последний раз ее реформировал Лавритий Павлович Берий в 1953 году. И с тех пор, говорю, деформ не было. Он отдал ее из-под чекистов, отдал в Минюст. С тех пор я еще ходила так несколько раз туда-сюда, но все равно было так большое, такое достижение. Вот. И я изучала всякие разные концепции тюремные с тем, чтобы там списать и поменять, как надо. Все изучила и продолжаю изучать. А тогда еще было-то время далекое, далекое. 11-12 год. Да, да. Мы мечтали, что мы сейчас... Романтичное, да, романтичное. И поменяем. Да, и системный либерал Алексей Кудрин создал такой центр стратегических разработок, где прям все реформы будут прям прописаны. Как мы будем менять полицию, как мы будем менять суды, то есть все, 5-25-е, как мы политическую систему будем менять. И собрались, так сказать, лучшую мы Россия. Сейчас потом все здесь. И позвали меня писать концепцию пенсионерной реформы. Там Русь сидящую. И мы аж за это получили, между прочим, от СССР. Аж миллион там с чем-то рублей. По-моему, миллион двести. Написали концепцию. Красивую сил нет никаких. Ужасно я ей гордилась. Ну, собственно, я и сейчас продолжаю с ней носиться, там дополняю, там приполняю. И через несколько лет после концепции, которая прям была хороша, случился большой скандал. Вот первый скандал с пытками в Ярославской области. Новая газета, видео, осужденный Евгений Макаров. Там все, там ужас-ужас. Страх божий. И тут я там начала с эту концепцию Руси сидящей, так тихо-чего, там ды-ды-ды, говорю, товарищи, вот надо реформировать. Скандал, скандал. И вдруг выходит такая вся красивая Валентина Ивановна Матвиенко. И говорит человеческим... И говорит, граждане дорогие, нужно реформировать пенитационную систему, чтобы там такого безобразия не было. А для этого нужно сделать ее гражданским ведомством, убрать из подведных и силовиков, по периметру постраивать что угодно, хоть Росгвардию, а внутри, чтобы были гражданские специалисты, врачи, учителя, мастера культуры, там и инженеры человеческих душ. А второй ключ от тюрьмы отдать местной власти. И подумала, читала, читала, выучила, и прям молодец, прям хорошо. Думаю, ну, сейчас начнется. Думаю, сейчас, 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 сейчас. Потому что 18-й год уже, уж Крым как 4 года, как наш, уже все плохо. Она в 18-м году только вышла. Да, и я уже уехала после обыска, после всего уже там все. Думаю, сейчас как солнышко-то взойдет, и все вернемся, и будем строить новую систему. Ты продолжала быть романтиком после 12-го года, да? А, и тут Путин через 3 дня после этого говорит, нет, у нас тюремная система, зашибись, ничего менять не будем. Она очень хорошая, такая, какая надо. Все, до свидания. С тех пор ничего, никто. И я все время думала, а зачем ему это? Зачем ему, чтобы у нас была страшная тюремная система? Ну, зачем это ему? Зачем, чтобы там все мерли? Зачем ему, чтобы там всех насиловали шваброй? Зачем ему это? Когда вот поменять-то это все и дешево, и хорошо, и, если честно, да, не бином Ньютона. Вот судебную систему менять, это бином Ньютона, а тюремную нет. Мне хочется сказать вам, что я занимаюсь, знаете, реформой, я, заодно, коллайдер, да? Это все сложно знать, тут надо знать, что, как там электроды, куда там их электродами? Как они там это? А это нет, это нет. Она поняла. Путину надо, чтобы было место такое сакральное, куда все-все-все боятся попасть. Вот чтобы правду вот пугать. Ну, типа, отберем ипотеку, всем страшно, 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 а вот кому-то не страшно, кому-то не страшно. А вот уволим с работы, всем страшно, страшно, а вот еще двоим не страшно. Назначили астрономагентом, страшно-страшно А вот еще троим не страшно А вот надо было, чтобы всем было страшно Для этого вам просто Наша пензенциарная система Обеспечивает это все идеально Но и плюс ко всему, как выяснилось Путин наш Владимир Владимирович Дальнозоркий человек Дальнозоркий Из этой тюремной системы все срочно Хотят вырваться А тут война, а тут все вербуются И не остановить этот поток ни за что Потому что война, окоп Холод в ши, голод Все что угодно, только не тюрьма Отличное местечко Для набора Кушечного мес Оля Помолчи чуть-чуть Мне страшно Так Да Слушай Да, подожди Тут вот есть вопрос По количеству заключенных На 100 тысяч жителей В сравнении с Европой У нас Россия То есть Какие-то цифры Можно Да-да-да-да-да Да, смотрите Этот показатель меняется Стремительно В самую лучшую сторону В России Я напомню, что мы начинали Путин начинал Когда пришел Путин к власти Было Больше миллиона И это было Больше 600 По-моему Если не ошибаюсь На душу населения Этот показатель Был Вполне себе Близок К американскому В Америке Там все Очень С тюрьмами И вот это Туда стремиться Не надо У нас Есть хороший Европейский опыт Оль Ну что ты говоришь Такой Никто не стремится Ни в какую тюрьму Так Извини Ну знаешь А в Голландии Например очередь А в Голландии Очередь в тюрьмах Между прочим И в Германии Тут во время пандемии Вот только рассосалась очередь Все стояли в очереди Уж посидеть немножко Зачем? Оль Ты шутишь сейчас? Нет Не шучу ни разу Ну как А потому что Вот тебя приговорили А тюрьма Это в общем Да Место неплохое Хорошее И В общем-то Падает Кривая Вот эта вот Криминальная Это конечно Очень плохой Показатель Показатель Сколько раз ты вообще Там садишься в тюрьму И так далее Рецидив Процент рецидива Его все критикуют И правильно делают Но тем не менее Если брать какой-то Там более-менее Устременный Там процент рецидива Короче говоря Снижается В Скандинавии По-любому Они тюрьму-то закрывают Они тюрьму-то закрывают А места не хватает И вот Приговорили тебя Допустим К полугоду Или году Или даже к трём Например Получился приговор Идёшь в тюрьму И говорят Мест нет Ладно Подожду А куда ты Денешься Ты не уедешь С этим приговором Ты На работу Сильно Не устроишься Может быть Там женишься Или замуж выйдешь Там троих детей Родишь Пока ждёшь Но Так вот Всё остальное Тобой-то вести Домоклого меча Скорее Подсидеть И начать Всё сначала А нет Очередь А когда началась Пандемия Когда началась Пандемия В Германии Это вообще тюрьмы Закрыли Ну в смысле Там кто сидит Кто сидит А новеньких Нам тут Со свободой Не надо Со своими Вирусами Со своим ковидом Вы граждане Сидите дома Соблюдаете локдаун Кончится локдаун Приходите в тюрьму А до этого Не надо тут ходить Туда и сюда Разносить заразу Ну ладно Послушайте Это всё конечно Вообще не про Далеко от нашей Российской действительности Вот Но мне действительно Очень Я почему Тебя остановилась Потому что когда ты говоришь И вот Я читаю периодически Тут Спасибо вам за комментарий Продолжайте Пожалуйста писать Я естественно Не всё буду читать Но Вот тут человек Явно какой-то Провоцирующий С говорящим названием Пипихулька Прости Оля Пишет всякие глупости Там глупости Вот тоже написал Путин Солнце наше Наш вождь и учитель Ведущий Нас От победы к победе На четыре хода вперёд Видит наш сокол Что и как там впереди Ты назвала это Дальнозоркостью Я назову это Старческая дальнозоркость Это свойственно В общем пожилым людям Это нормально Но Послушай Ну ведь это же Вот эти все Штрафные роты Да это же Ну это же Было уже В нашей истории Когда Ну как Погоди А Великой Отечественной Ну нет Совсем другое дело Слушайте То что происходит Сейчас С тюрьмами Происходит Наемничество Наемничество В частную Военную компанию Это Наемники Наемничество Запрещено Законом Российской Федерации У нас там в тюрьмах Не мобилизация Не все уши на фронт А Наемничество А как было тогда Тогда У начальника Березкина Но и Норов Но и Понт Но душа крестна Хрест досками Но и он ушел на фронт Лучше было сразу В тыл ему Только с нами был Он смел Высшие меры Наградил его Трибунал за самострел Ну а мы все оправдали Мы наградили нас потом Тех живых Тех медалями А кто мертвый Крестом И Другие заключенные Пусть читают У ворот Нашу надпись Темненую Надпись Все ушли на фронт Высоцкий Это другое Это другое Это люди шли защищать Родину Отечественная война Отечественная война На нас напали На нашу родину Напал фашист Напал враг Окупант И все нормальные люди Все пошли защищать Родину На которую напали Не за бабки Не за Не в частную Военную кампанию А пошли Отдавать жизнь И проливать кровь За родину Которую напали Кто напал на нас Так погоди То есть у нас сейчас В тюрьмах Это вагнеровцев Всех берут Ну то есть из вагнера И они идут как контрактники И как бы заключают Это самое Контракт Что невозможно По закону сейчас Потому что наша страна Вроде как не имеет права Иметь Ну большую армию Контракт Ну точнее Не то что Объясни мне Объясняю Объясняю Вообще частная военная компания Российской Федерации По закону запрещена Вот у нас на днях На днях Позавчера что ли Есть такой Миронов Да такой он В Жабо Или в Тоге Там пяточки фотографий Тальше был глава Совета Федерации Такой путинский Из путинской мэрии Такой мужчина в усах И бакенбардах И вот этот мужчина Он Стихи пишет Все время женится И этот мужчина в усах И бакенбардах Глава По-моему Справедливой России Партии Он такой Тоже выходит И говорит Слушайте Как нехорошо Все-таки Что у нас В России Частные военные компании Запрещены Как это нехорошо Давайте их легализуем И давайте легализуем Наемничество Ну Простофиля Сумасшедшие Что возьмешь Не за чем Напоминать По российским законам Частные военные компании В России Запрещены И наемничество Запрещено То есть Если бы мы были Правовым государством Чтобы все работало Какой такой ЧВК Вагнер Какая такая вербовка Запрещено У нас есть Министерство обороны У нас есть Шойгу У нас есть армия У нас есть генеральный штаб Герасимов А это кто такие? А это не военные Они в армию не входят Вот у меня есть Сейчас Если я Вчерашнее письмецо Прямо из самого Из самого Министерства обороны Из Вот Из вот прямо С самого Хранила? Нет Не схранила В общем В общем Смысл был такой Был запрос От родственника Дескать Что собственно Где там мой дорогой Любимый бывший заключенный Нет заключенный Который там воюет Отдайте мне его И запрос Что я ничего не знаю ЧВК Вагнер Не входит никуда Ни в какое Министерство обороны Это не военные Вот туда все и идите А мы вот за военных Красивых здоровенных А вот это Не к нам Это вот туда А куда? А куда? Да Непонятно Так Спасибо всем Что пишите комментарии Да Тут действительно пишут Что Да Ой ботики понабежали Пишут Здрасте Оля пишут Тебе все время Огромное уважение Сильно красивая женщина Ольга А ботики набежали Потому что мы Пригожину помянули Это ольгинские Конечно Так слушай Как раз про Пригожина Вот тут значит вопрос А с какого года Вы узнали имя Пригожина? Ольга спрашивает Татьяна Щелкова Действительно интересно Как вы думаете История Кинозавод Этот период Пригожинщиной Ну-ка Вспоминаем То есть подожди Как только я упоминаю В жизни Слово Пригожин Вдруг Если я например Про Говорю про мужа Певицы Валерии Иосифа То сразу набегают Боты Независимы Вот Руки получат Пригожина Хороших разных Да Как это Победоносцев над Россией Простер Савьиные крыла Ну Как-то всегда это было Да Что-то подобное Какая-то фигня Все время случалась Я Наверное Ну я не помню Когда Пригожина Пригожина Встретила Наверное Тогда Когда он Когда все Заинтересовали Что за Лысый чувак Обслуживает Буша И Путина Нет раньше Нет раньше Потому что Он же Этот лысый чувак Обслуживал Обслуживал В пивном ресторане В каком-то Уже в Москве Когда приезжал Товарищ Шрёдер Когда он Еще был Канцлером Молодым Прогрессивным Симпатичным И Вот так вам верили Родной Товарищ Шрёдер Как может быть Не верили себе И вот Этот вот парень Разливал пиво Что-то рассказывал Им про пиво Потом он появился С Бушем Он говорит Пригожин-Пригожин-Пригожин Личный повар Путина Ну-ка он Пригожин-Пригожин Повар-повар Да А потом начались Подряды Школьные завтраки Потом фабрика Троллей Там все на свете И потом Конечно Вышелась Красивая биография Там С посадками С кучей ресторанов Которые мы с тобой Прекрасно знаем В Питере Да То есть Он конечно Явно был Как это Номинал Просто Просто Хозяином А потом Там Дита превратился В серьезного Чувака Он же был Хозяином Заведения Старая таможня В Питере Там вот где Петропавлов И там Традиционно Встречались Питерские бандиты Там Малыш Воски Питерская мэрия И вот Соответственно Он Разруливал Потом Всякие Разные Рестораны Которые Назывались Русский Кич Еще что-то Еще что-то В общем Много-много-много Ресторанов Куда Принято Был ходить Слушай Да Я не очень знаю Питерские рестораны Это не мой город А Вот тут Еще спрашивают Татьяна Щелокова Все про Пригожина Интересуется А за что Пригожин сидел И когда Было такое Разбой Разбой Вооруженный разбой Грабеж Все такое Это было Очень давно Поэтому Знаете При всем Моем При всем Моей большой Любви к Пригожину И большому Интересу Надо сказать Все-таки Когда Возникли Разные странные Мужчины И начали Говорить Что я вот С ним сидел И вот он Петух опущенный Туда-сюда Прямо у меня Лично Прямо Все это делал Ну Ну Камон Ну Камон Все-таки Давайте Каким бы Человек Не был бы Неприятным Циничным Омерзительным И так далее Все-таки Давайте Немножко Считать Товарищу Пригожину Чуть-чуть За 60 Если не Ошибаюсь Он 59 Года Рождения Что-то В этом духе А сидел Он по Молодости То есть И Люди Которые С ним Сидели И в общем Тоже Сейчас В общем За 60 Чуть-чуть Или не Чуть-чуть И поэтому Там 45-летний 50-летний Дяденька Который Рассказывает Как он Сидел С Пригожиным И прям Лично Все это Видел И прям Испытывал Удовольствие От него Она Сказать Не бьется Ну Не бьется Это раз А зачем Это Ну Как бы Это зачем Вообще А это Взаимный Ритуал Опускания Тремный Ритуал Опускания Наша Страна Живет По тремным Ритуалам Вот смотрите Вот сейчас Почему Пригожину Сейчас Его любимого Суровикина Задвинули И Его врага Начальника Генштаба Герасимова Возвысили А все Почему А все Почему Потому что Потому что Подведостные ему Собственно Зэки Подведостные ему Ну Те которые Воюют Они записали Ролик Обращение К Начальнику Генштаба Герасимову Нет снарядов И называли Его Очень плохими Словами И появился Рядом Пригожин И добавил А это Не было Обзывательство Это не было Не были Плохие слова Как таковые Они провели Ритуал Это ритуал Они провели Ритуал Опускания Начальника Генштаба Путина А он Знает Эти ритуалы Еще как Еще как Да Человек который Говорит на Афине Вырос Питерской Подворотни Который всю жизнь Встречался Старая Таможня С бандитами Решал Вопросики Он же все время Говорит Решить Вопросики Построил Государство По типу Сицилийской Мафии Конечно Знает Он провел Ритуал Над начальником Генштаба Путина И естественно Да Сейчас ему Прилетает И прилетело Еще прилетит Потому что Ну Не санкционерно Это дело Вот Поэтому С этими вещами Конечно Надо аккуратнее И Вот эти вот Люди Разные Которые Рассказывают Как они Получали удовольствие На зоне От Пригожина Они В общем Фактически Тоже Исполняют Этот ритуал И Должны Понести За это Ответственность Ну То есть Ответственность Какая Имеется Ввиду Прям Это Такая Ответственность Блатная Ну Как это Блатная За базар Надо отвечать Конечно А поскольку Наша Страна Вышла Из-под Закона Вообще В принципе То есть Как Война Во-первых Сама По себе Вот это Вот все Без объявления Войны Вот Эта Вот Вербовка Заключенных У которых Есть приговоры Судов Да Они с отмененными Приговорами И вот сейчас Пускать их на свободу Без президентского указа Помилование Потому что нет Никакого указа Кошмар Страна Которая живет Как-то без всяких законов А по каким-то Вот уже А какие законы-то есть Только Воровские Только такие Только такие Получается и есть Слушай А скажи мне Пожалуйста Сейчас вот Точно такая Дискуссия Такая Что типа Ну Она Все время идет Да Какая будет Наша Россия После того Как Когда Закончится Война Да вот как Даже Лавров Вступил в эту дискуссию Сказал Я не знаю Как мы будем жить Ну тоже Слушай Вступил У многих есть Как бы Я вот знаю Вот у тебя есть Например Система Пенетенциарная Да Да Как ее развивать У многих Есть там еще Там всякие Разные А вот В этом смысле Как ты думаешь Когда не работают Законы Никакие Когда неправовое Государство Это вообще Каким-то образом Быстро решается Или нет Ну действительно На улице Там будет Огромное количество Отпущенных Простите Выпущенных Да Людей Из тюрьмы С незакрытыми Какими-то там Приговорами Делами С неотсиженным Сроком Плюс Я уж не говорю Что они там С оружием Не с оружием Не важно А как Что с ними Потом делать Как у тебя Это в голове Укладывается Да дело Не в них Потому что К сожалению То что происходит С заключенными Вот сейчас Это утилизация Лишнего населения Для Путин Это совершенно Лишнее население Это лишняя нагрузка На бюджет И фронт Война Прямо лучшее место Для того Чтобы Эту проблему решить Уменьшить Тюремное население Да Тюремное население Действительно Все время снижается Вот сейчас На 40 тысяч Сразу снизилось Да Ушли на фронт Завербованы Ну то есть Их обратно Не вернут В тюрьму Послушай Вот смотри 40 тысяч 40 тысяч Уже забрали Из них В строю Осталось 10 тысяч Из 40 Да Куда делись Остальные Почти 30 тысяч Это не убитые Мы не знаем Количество убитых Это те Что уже Снят с учета Да С Овсиновского То есть Это и убитые И раненые Трехсотые И бежавшие То есть Дезертировавшие Или сдавшиеся в плен И пропавшие без вести То есть Вот из 40 тысяч Набранных 30 уже нет Ну не физически нет Но и физически В том числе Да Вернулось сейчас В Россию В 7 и 106 человек Которые как бы Куда вернулось? В Россию В Россию Которые запоевали полгода У них закончился контракт Они подписали Новый контракт И они должны вернуться То есть Это отпуск На 45 дней Но я например Знаю что Вот один из заключенных 22-летний Тогда Сейчас 24 У Андрея Ястребов Из Ленинградской области Вот Он подписал контракт И он Возвращается Не через 45 дней Он вернулся В начале января А вернется уже В начале февраля Хочет Соскучился И все такое И не видит смысла Тут находиться Где В мирной жизни В мирной жизни Да Он возвращается на фронт На фронт И все они вернутся на фронт Все они вернутся на фронт Так что Проблема Что среди нас Среди россиян Дорогих будут жить Люди с Незавершенным сроком Асоциальные С незавершенным сроком С психикой Травмированной тюрьмой А тюрьма В любом случае Травмирует психику С психикой Травмированной войной Которым нужна И ресоциализация И психическая И психологическая помощь И социальная помощь И так далее Но вот это Не будет большой проблемой Большой проблемой Будет другое То что Россиянам показали Что можно делать Все что угодно Родную бабушку Убить Блокадницу Мать забить Руками и ногами Все что угодно Можно сделать И сидеть не будешь Сидеть не будешь И У меня сейчас Моя молодая Юная Там какая-то Ну знакомая Золотерка пишет Посадили там Двоюрного брата Взяли у него там Сколько-то там Ну Наркотики там Закладка там Туда-сюда Он говорит Дурак там У него большой срок будет А он радуется Что сидеть не будет Что он уже записался Проблема в том Что уничтожена Связка Логическая Между преступлением И наказанием И за размерностью Еще вдобавок Понимаешь Да-да Когда там За убийство дают Там три года Условно А за пост Двенадцать лет И мы уже с вами знаем Что Решение суды Судов не обязательно Что им можно Подтереться А суды Между прочим Это третья власть Да Независимые власти А уж забыли Про все Нет такой власти А вообще Судебная система Какой бы она ни была Это вообще Такой страннообразующий фактор Суды Да Право Образовать страну А ежели их нет Так нет и государства Вот Поэтому тут Ну Как жить без права-то Если ты Волен делать Все, что хочешь Любой Волен делать Все, что хочешь Если что Записаться в ЧВК Вагнер И решить все свои проблемы Ну вот Смотри Вот еще тоже Вопросы Да Спасибо вам большое За комментарии По вашей просьбе Я так понимаю Забанили Человека С ником Пипихулькин Я забыла Как он был Я его теперь уже не вижу В общем Пишите ваши комментарии Пожалуйста Взаимодействуйте С нашим видео Оль Тебе все очень сильно Благодарят Несмотря на то Что Тема конечно Грустная Вот Такой вот вопрос То есть Типа зэки Убийцы будут на воле Потом А Что они будут делать То есть После Будет как после Чеченской Рост преступности Нет Ну нет Смотрите Во-первых Конечно Большинство из них Все-таки сгинет И это Сознательная Утилизация Совершенно Осознанная Осознанная Кто не сгинет Они максимально Останутся на оккупированных Территориях Если они останутся На оккупированных Территориях Как таковые Да То есть Это план Кириенко Его кистей Этого работа Картина Этого репина Кистей Кириенко Запорожец Пишет письмо Турецкому султану Это вот 17 век Сечь И вот это вот Засечь Как раньше там Казаки Основали город Грозный Да крепость Грозный Ну тоже беглые Да И катаржане Они осваивали Двигали вперед То что стало Потом русским миром И сейчас Вот это то же самое Я так понимаю Что сейчас Сыщется срочный Запасной план Что если не останется Окупированных территорий Вообще Куда их девать Ну ведь пока В общем Вполне себе 77% Утилизировано Уже Что беспокоиться Об этом Надо беспокоиться О другом Что Что уже научили Научили все Неокрепшие умы Да Как надо совершать Преступление И не нести наказание Да И относиться к судам Снисходительно Вот Поэтому Рост преступности Он конечно Будет по любому Но из-за озверения Из-за привычки Убивать Это будет касаться Не только судимых А еще будут Сучьи войны Сучьи войны Это после войны У нас были Сучьи войны После Великой Отечественной войны Это когда Вот тоже заключенные Уезжали А это В русские понятия Не входят То есть нельзя Брать в руки оружие И идти там В защиту государства То есть это вот Вор в законе Дело не приемлют И считается Что ты там Сотрудничаешь с администрацией Если ты это делаешь А вот это все До сих пор еще существует Да вот эти законы Вор в законе Там не в законе Они особо не существуют Но когда надо Начинает существовать Да Начинает возвращаться Угу Потому что тот же самый Шакро Молодой Который Как его Захар Калашнов Да Шакро Молодой Который Сидит За свою связь Со Следственным комитетом Ну в общем За убийство Там какое-то там На На Трехгорке Короче говоря Где-то у нас Модная улица За Белым домом Вот Господи Забыл уже По Нимику Вот там Где все живут Начальники Вот Он собственно Тоже написал Прогон Что типа Все Надо идти На фронт Да Дело хорошее Специальная война операция Да Упрямые дети Все заключенные Это воровской прогон Были противоположные Воровские прогоны Пусть они сами разбираются Это совершенно не наше дело С вами А другое дело Вот что они будут делать Когда будут возвращаться Потому что после Великой Отечественной войны Несмотря на то Что Вроде как заключенные Тоже были совершенно свободны Они все равно В основном Все вернулись Назад в тюрьму Помните Место встречи Изменить нельзя Герой Павлова Диалог его С Жегловым Сам в последних сериях И что ты Жеглов Про мои послевоенные Подвиги Тоже расскажешь Вот и штрафбафт Парень Помните Был такой Заключенный Бывший Беглый Который потом Бежал И его Жеглов Убил Прям при А В исполнении Актер Павлова Вот Они возвращались Все В основном Места лишения свободы Где их встречали Вот те самые авторитеты Которые считали Что воевать нельзя И те Кто ушел Воевать Вот они Суки То есть Сучные Ну то есть Это вот Понятие Да Это я не ругаюсь Ну то есть В принципе Родная советская власть Могла бы Если захотела Сделать так Чтобы Вот там сидели бы Те кто Приемлет А вот там Кто не приемлет Но они их Вложили вместе И начались Сучьи войны Ты пошел Воевать Ах ты сука Вот мы тебе заточку Ах ты заточка моему А я сейчас тебе И они друг друга Порешали Что абсолютно Вписывалось В планы Родной советской власти Что чем меньше Зайков Тем лучше А так физически Они друг друга Так Простите А сейчас что Сейчас идет Борьба с преступностью Путем Сучьи Ну да И потом Если что Теми же методами Википедия Большая статья Сучьи войны Если что Там почитайте Так Роман Ты вообще Прекрати Ты не лекцию нам читаешь У тебя Столько знаний Что я тоже Заслужу В жизни Подожди Вот Слушай Да Вот кстати говоря Интересный все Вопрос Татьяна Щелокова Спрашивает у нас А женщин вербуют В тюрьмах Ну подожди Перед этим я Так Да Спасибо большое Что пишете Нас сейчас смотрит Порядка 800 человек Это прямой эфир Да Потом еще Наверное Посмотрят больше Если вам не сложно То пожалуйста Пошлите эту ссылку Кому-нибудь Сейчас Кто может еще Присоединиться Мы Сколько мы Час уже в эфире Ну мы еще С тобой поболтаем Какое-то время Так что пожалуйста И в любом случае Рассказывайте Про этот канал Про этот разговор Конкретно С Ольгой Романовой Тем Кому Это интересно Я сюда свой ютуб повешу Так что конечно Мы с тобой Со всех сторон Да Так вот Что тоже пишут Действительно А что с женщинами Их вербуют Ну смотрите Женщинами так Мы в Руси сидящие Стали получать Письма от женщин Сколько женщин У нас всего сидит У нас сидит 8% От всего состава Личного 8% женщин Кстати говоря Во всех странах Примерно вот 8% Да ты что Плюс-минус Да 8% Наших Кстати да Вот еще Извините Пожалуйста Секунду Был как раз вопрос Я уже просто упустила Про то что Обращались ли к вам За помощью Жены мобилизованных Ну да Мы Жены мобилизованных Мы посылали Конечно Соладским Матерям Да К Валентине Мельниковой Это если Речь идет о мобилизации Мобилизации К нам С вербовкой Все я поняла Да Мобилизация Валентине Мельниковой Солдатской матери 60 организаций По всей России Приходите к ним Это бесплатно У них юристы Они помогут Отбить от мобилизации А к нам Помочь отбить От вербовки Заключенных А что это Можно что ли Прости Я тебя перебиваю Все время Ну Слушай Ну пока Пока Несмотря на то Что нам рассказывают О случаях Там насильной вербовки Туда-сюда Насильного УОЗа И вот ты добиваешься Вот ты нашла его И говоришь Ну что чувак Давай Будем Пытаться А говорит А что давай-то Мне тут нравится все Мне тут все устраивает Что там они там Я все хорошо Да и как ты Никак Все Так что женщина Лучше работайте Со своими Подопечными Мужчинами Что ты его Нашел его А он говорит Нет Ты в смысле Нашел его Ты для чего Его нашел А потому что У меня жена Заверила Что его насильно Забрали А его не забрали Насильно А он хотел Да Захотел Значит Как показывает Наша все-таки практика Кто не хочет Того не забирают Пока А это про вербовку Речь идет Не про мобилизацию Про вербовку Давай вернемся За это самое Про женщин Женщины Вот их у нас 8% От 420 тысяч Там порядка 60 тысяч У нас Чуть поменьше И вот они у нас Начали нам писать В Русь сидящую Летом Помогите нам Завербоваться А то что мужики Да А мы нет Подожди Вам даже С этим тоже пишут В Русь сидящую Ну конечно Ну конечно Название Мало кто разбирается А потом мало Кто себе вообще Предполагает Что бывает такое Что типа Несогласны с линией партии Что такие есть Организации Вот вот Несогласны с линией партии Не прям Не подразумевают Еще иногда На нас жалуются Путину Прямо вот Да Прямо берут И жалуются Вот Ну И что-то не тебе Что типа Помогите Завербоваться Помогите Завербоваться Ну мы как-то Не отвечали Ну что Потом Пригожин Остиня стал говорить Что И сказать Вот Надо бы Госдуме Рассмотреть Возможность Чтобы женщины Тоже можно было Вербовать А то что ж такое Гендерное равенство Туда-сюда Женщины тоже хотят Тоже патриоты Я думаю Интересное кино А зачем ему Дума Он же мужиков Без Дума берет Да А что ему Дума-то Ну-ка А видимо Пригожин подумал так же Что зачем ему Дума Когда можно и так Короче говоря Вроде бы Началось это все В Краснодарском крае Вроде бы После Нового года Пошло Там есть Несколько женских зон И несколько Так называемых Уфицев Уфицы Это Федеральный центр Исполнения наказаний Это вот Принудительная работа Вот это все То есть Когда вас приговаривают Вот Не к тюрьме К тюрьме Как химия была Типа В предприятии Ты работаешь Просто Общий житель Чертовский Тюрьму И прав у тебя Примерно столько же Сколько у заключенного В общем Ничего хорошего И Вроде бы Как Сто женщин Поветка Сто женщин А тут забрали Сказали Она в станице Кущевская Казахстанарского края Это Краснодар Кстати Если кто-то Сейчас нас смотрит Это же Все-таки Прямой эфир Давай И спросим Ну да В Краснодаре Что там Что там Забрали Ну то есть Пойди проверь Потому что В СИН Он и про тех Кто давно на фронте Про мужиков Это говорит Не-не-не Их там нет Их там нет Они сидят себе Спокойно В тюрьме В Ростовской области И вы их Не тревожите Я вам то же самое Они рассказывают Про женщин То есть Тут скорее всего Нам нужны сведения То есть От самих женщин Из самого фронта Но Мы как раз ждем И будем ждать Довольно долго Такого Почему? Потому что В мужских Зонах Всегда есть запретки Да То есть Мобильные телефоны Прежде всего Женских нет Никогда не бывает Почему? А вы правда хотите Все это послушать? Оль Я хочу А кого ты У нас Тут больше с тобой А нет Простите Есть всего 800 человек Так Ну-ка Рассказывай мне Что такое еще Что за несправедливость Такая Ну смотрите Мужские зоны И женские зоны Это два Вообще разных мира Две разные вселенные То есть Если ты занимаешься Тюрьмой И знаешь хорошо Мужские зоны Даже не думаешь Что ты знаешь женские Вообще все по-другому Другие правила Другой мир Другие порядки Все другое И Почему? Интересно что Пожалуй Похоже Это В женских зонах Тоже встречаются Отрицаловые Те кто Не сотрудничают В администрации Те кто Они называются Жучки Надо сказать Что жучки Большие борцы В том числе И с ЧВК Вагнера Они такие Молодцы И Если они замужем То мужиков своих Отбивают Нормально Ну ладно Это единственное Что роднит Что там Есть авторитета Но в женских зонах Это все реже встречается Ну и Одно дело Ты смотрящий Так называешь Другое дело Ты жучка Немножко Стилистическая разница Есть Но неважно Дело в том Что В мужских зонах Черные Они красные Там какие угодно Сверопормальные В клеточку Зеленые Там все равно Есть порядок Установленный Кем-то Плотной порядок Ментовской Какой-то порядок Любой Ну он есть Он такой Более-менее Понятный Есть Своя иерархия Вот высший каста Вот мужики Вот козлы Вот шерсть А вот уже там Угловые Опущенные петухи Да И все это там Веками Все все знают Как себя вести Что нельзя там Ничего Брать из рук Там углового Нельзя перешагивать Через тряпку Нельзя рассказывать Про Секс с женщиной Если только он Не в миссионерской Позе Ну то есть Там миллиард Миллиард своих Там каких-то Если ты воруешь У товарищей Что с тобой сделают Ну то есть Они разные Эти правила То есть плохие Справедливости Но они разные Но они есть Все их знают Ну А в женской что? А в женской Зоне правил нет Почему? Потому что В женской зоне Нет бунтов Давайте начнем С этого Потому что мужики Если что Я неправильно сказала Я сейчас должна Буду перейти На другую лексику Извините меня Пожалуйста Потому что В тюремной лексике Мужики Это часть Слоя Иерархия То есть Это заключенные Которые стремятся Выйти На волю Побыстрее А не стремяги Которые хотят Быть блатными Не угловые Которые Ниши Каста Да То есть Это каста Хорошо Мужской пол Мужской пол Да Их Если что Они все-таки Они бунтуют Они Могут поднять Протесты Будут в тюрьме Не редкость Да Если сильно наступают На их права Если отняли общак Условно говоря Условно говоря Унизили вора Ну что-то такое Они Собираются Все Готовы дать Отпор И готовы Например Отключили им Горячую воду Окей Отключили телефонную связь Ладно Запретили свидание Ладно Мы все равно Будем стоять на своем А если девочкам Отключат горячую воду Сколько девочкам Ты думаешь Поэтому бунтов Не бывает Нет А если девочкам Сказать Что А теперь тебе нельзя Звонить твоим детям И твоей маме У которой живут твои дети И в детдом Тебе больше нельзя Звонить Где живут твои дети Ты же В общем Пойдешь На все что хочешь На все что угодно Лишь бы Лишь бы Отсюда бы быстрее уйти Лишь бы звонить детям Разная физиология Ну Как это Женщина С венера Мужчина с Марса Но в другом смысле слова Нас гораздо легче Поставить В невыносимые условия В невыносимую ситуацию Вот Не дать тампонов Не дать Мыться Не дать звонить детям Ты через три дня скажешь Господи Что мне надо сделать Да всего ничего Стучать на товар Все стучат А ты стучи Как все И В женской зоне Скорее всего Ты попадаешь В такую среду Где ты понимаешь Что Ты сама по себе Каждый за себя Каждый за себя Никто не будет заступаться Каждый за себя То есть это то Что отличает Да Женская Ну и еще Там конечно Есть еще Там сексуальные моменты Если В мужской зоне Другая сексуальная ориентация Это гарантированное попадание В низшую тюремную касту То в женской зоне Высшую касту Все таки Это каста есть Каблы называются То есть насилие Там тоже есть И в общем Никто за себя Не заступится И в общем Давай как-нибудь Сама из этого Выкручивайся Из этой проблемы Вот А проблем у тебя много Да Вот И раз нет запретов В женской зоне Нет запретов Потому что Мужки чего Им приносят Мобильные Они договариваются Вот это запчика так Это так Это сюда Сюда водку Сюда наркотики Сюда мобильные Я куплю вот здесь Я там куплю У женщин Мобильной связи нет Нет интернета То есть это означает Что они один на один С телевизором С телевизором И с воспитателями Которые рассказывают Им информацию Где-нибудь В Зубополянской районе Мордовской области Можете себе представить Республики Мордовия Что они там Нам рассказывают Да И нет никакой Другой информации Никакой вообще Годами Годами Ты не можешь Зайти в телефон И посмотреть В интернет Что там в интернетах пишут Нету Нету телеграмм Нету фейсбука Есть только телевизор И мудрые слова Воспитателя С которым не поспоришь Потому что Там горячая вода Звонок Детям И В конце концов Ты решаешь Садой Господемьянской Я хочу Запишите меня Лучше я на фронт Вообще Вот это вот Все Ну это да Это мы обсуждаем Сейчас как раз Да Вопрос Почему женщины Ну точнее Вербуют ли женщин Да Слушай здесь Да Прости я отвлеклась У нас прекрасный Комментарий Ольга Здравствуйте Вы прекрасная Мудрая Сильная Вы пример Многим Вот такая Твоя у нас Молодец Татьяна Щелокова Задавала нам Очень много вопросов Спасибо вам Татьяна Написала Спасибо за встречу Победа в Украине Барнаул Ей 33 года Спасибо вам Алиса пишет Твои рассказы Алиса пишет Ой ничего нового Прямо как у нас В рабочем коллективе Видимо не знаем А может она и работает В таком же Примерном коллективе Значит да Вот ты сейчас говорила Про то что нет В тюрьмах интернета И так далее А у нас Как это значит Такая прекрасная связка А у нас есть интернет Поэтому вы можете Поставить лайк Этому видео И таким образом Оно выйдет Может быть чуть-чуть повыше Его увидят больше людей Потому что я вам скажу Что вот то что ты сейчас Нам рассказываешь Оль Я тебе скажу Что я специально Как-то этим раньше Не интересовалась Вообще это не свойственно Людям Да Интересоваться о том А что их будет ждать Если они попадут в тюрьму Даже помнишь Вот тогда Когда вот эти все обыски Все время там Выходили куда-нибудь Там сразу начинались Обыски Тогда ты думаешь Ай мне нужно завести адвоката Ну я имею ввиду Наши все протестные дела Да Значит Нам нужно Значит Понять А что там будет Приготовить Какой-то тревожный Чемоданчик И вот это все Ты начинаешь узнавать Потом ты начинаешь узнавать Как тебе писать Всякие там Правильные документы Что тебе писать В протоколе Что подписывать Что не подписывать Я это к тому говорю Что это все узнается Нами как-то не Ну то есть тоже Нету какой-то вот Информации про все это Такой Чтобы она была в доступности Ну с другой стороны конечно Такое количество информации Понимаешь Проще Когда у тебя тюрьма Стандартная Все работает Как ты там говоришь В Нидерландах В Финляндии Все зашибись А когда у тебя такое Что ты должен Прости меня Не перешагивать Через тряпку У вас какие-то есть Ольга Методички Для тех Кто Не знаю Ну опять же Оль Типа методичка Для тех Кто хочет попасть В тюрьму Или боится попасть Или кто Типа Для всех Это же такая Распространенная Если вдруг Если вдруг что-то случилось Если вдруг Не важно Мужская тюрьма Женская Не важно Молчите столько Сколько можете И слушайте Просто молчите Вам будут Объяснять Рассказывать правила Потому что вы Новенький Вы непонятный Вы может быть еще и ничего Просто Первое время Вас будут еще разводить На разные разговоры На все Просто Главное правило Помалкивать Учтите Что это незнакомые Вам люди Которые Незнакомые Порядки Незнакомые Помалкивать Помалкивать Пока вы не сообразите Что происходит И пока не привез Второй Такой новенький И вы же поймете Что это было с вами Помалкивать Так ладно Не хочу А там дальше Там дальше Все Так Хорошо Вот Светлана пишет Полстраны сидит Полстраны готовится Ну не полстраны сидит Все таки Ну На самом деле С тюрьмой связано Огромное количество Народа в нашей стране Потому что Сидящие Сидели Сидели родственники Сидели друзья Охраняли Судили Члены семей Судей Прокуратура Адвокатура Сотрудники ВСИН Члены их семей Начальство И куча 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 Поставщиков Там всего Вот этого Вот всего И бизнес завязан Ой как бизнес Завязан На тюрьме Очень Очень Лук Всего Так что Вот это все И плюс ко всему Конечно Страна Тюремно Центричная С тюремной Культурой Потому что Ну смотри Владимирский Централ Ветер какой Тань Северный Воля Даже я это знаю Господи Я из-за Кодинга Стопы Подошли Откуда Из-за угла Вот 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 А между прочим Член Единой России Певец Александр Да Нет Ну и что Страна Тюремная Культура Мы все Это знаем Спасибо Наверное Ему надо Сказать Что хотя бы Это мы знаем Так Подожди Скажи мне Еще вот Был вопрос А берет ли Политических Нет Нет Политический Народ Опасный Режим Шатал Не 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 Политических Не трогать Не потому Что Не дай бог У них Волос в голову Пойдет А потому Что Ну понятно Что они Молчать не будут И добровольно Не пойдут Понятно Не 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 Слушай Ну и давай Затронем Эту тему Наверное Сейчас Что у нас Четверг Да И да Это четверг Это прямой эфир Друзья Кто сейчас Его смотрит Пожалуйста Поставьте лайк Лайк Это вот такой Вот Вот такой Палец Да Спасибо Оля У нас с тобой Прекрасные кольца Давай поговорим О том Что у нас Выходные 20-21 Или прямо Вот сейчас 21-21 В субботу Да В субботу Значит Ты в Берлине Я буду в это время В Тель-Авиве Мне тут В Испании Тоже уже прислали Я буду это В соцсетях Озвучивать Разумеется Мы все выходим На поддержку Алексея Анатольевича Навального Который Два года Сидит уже В тюрьме И всех Политзаключенных Всех Политзаключенных Да А что в этой Поддержке Оль Важного Давай вот Мне все время Это Я все время Всем точнее Отвечаю Да Это очень важно Давай Ты мне теперь Ответь Пожалуйста В чем важность Мы ничего Не можем Сделать Мы же не Шатаем Режим Мы выходим За границей Там все Жил Она уже Уехала За границу Смогла Уехать И она Организовала Везде Ходила Ко всем Рассказывала Как важно Выходить В поддержку Советских Политзаключенных И действительно По всему миру Проходили Демонстрации В поддержку Советских Политзаключенных Про которых Мало что Кто знал Она ходила И рассказывала Организовывала Поддержку И родное Советское правительство Посмотрело И сказал Так Что-то Как-то Это Прекратите Безобразие Они же Там За рубежом Вот Из-за этого Из-за Натана Да Из-за Натана Который из Перми Знаете вам Натана Да успокойтесь Успокойтесь Натан Щеранский Который потом Сделал Прекрасную Карьеру В Израиле Да Известный Политик Да Ныне Живой Здравствующий И дай бог ему Здоровья Жена с тех пор Никогда Не была В публичной Плоскости Но она Она это сделала И вообще Это сделали Демонстрацией А Владимир Константинович Буковский И возвращается Ветер Прекрасная Книга Который Сидел 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 И то же самое Свободу Свободу Диссидентам И случилось Обменяли Хулигана На Луиса Карвалана Это он Это его Обменяли На Луиса Карвалана Где бы найти Такую блять Чтобы Брежнева Сменять И написал Эту Замечательную Частушку Надо сказать Вадим Доланэ У этой частушки Есть автор Это тот самый Один из семи Который вышел На площадь В 68-м году Протестуя Против ввода Советских войск В Чехословакию А вот В Руси Сидящий Школа Общественного Защитника Имени Сергея Шарок Доланэ Это его брат Он работал В Руси Сидящий Вот три года Он умер И он сделал Очень много Для создания Этой школы Общественного Защитника Которая носит Его имя Поэтому Мы все Очень связаны С диссидентами Прошлого И конечно У них Мы многому Учимся И например Вы знаете Кто точнее всех Предсказал Развал СССР Полиц заключенной По фамилии Амальрик Его бюст Стоит В Сахарском центре И вот работа Которая была написана Когда развал СССР Она вот Предсказала все Прям точно 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 Совсем точно Посмотрите Пожалуйста А вот еще Например Был такой Замечательный Боевой генерал Боевой Прибоевой Между прочим Участник Великой Отечественной Войны Прямо Он там Молодец Он молодец Был И Он потом Преподавал Военная академия После войны Коммунист Был Совершенно Такой Яростный Только Жуков Очень не любил Потому что Видел Что делал Жуков Как он Истилал Минные поля Тела Советских Солдат Генерал Григоренко Его звали И потом Потихонечку Начал смотреть А что там Дорота Советская власть Там делает Здесь делает Короче говоря Сумасшедший дом Его посадили Разжаловали И все такое И в конце концов После протестов Выслали в Америку Но он успел До отъезда В Америку Основать Быть единственным Сооснователем Московской Хельсинской группы А именно И украинской части Григоренко И вот Украинская Хельсинская группа Она вот создана Генералом Григоренко Вот этим самым Боевым И вот он ехал В Америку А там И мы все говорили А давайте Вы будете преподавать В Пентагоне Там рассказывать Она говорит Неа Я не буду Я конечно Ненавижу Советскую власть И вообще Я диссидент Ну я генерал Не расскажу Я вам наши секреты Ни за что А слово Пиндоса Не сказал Ну в общем Такой был Прекрасный Совершенный Генерал Боевой Который Вот тоже Между прочим Сделал До фига всего Для Советского Союза Для его развала И Украины И он и Московскую Хельсинскую группу Основу И украинскую Вот такой он Молодец Это мы с тобой Говорим Про то что Зачем и почему Нужно поддерживать Политзаключенных Сегодняшнего Политзаключенные Скажи пожалуйста Что должно Произойти Сейчас И может ли Это произойти Чтобы таким образом Страна избавилась От Алексея Навального Ну вот как Ходорковского В свое время Ну смотри Вот ты говоришь Что вот ходили Все ходили Значит Вот Алексея Навального Таким Каким образом Могут выпнуть Из тюрьмы Из страны Есть такая вообще Вот смотри Мы до сих пор Не очень хорошо понимаем Почему собственно Путин выпрятил Ходорковского Десять лет назад Кстати сказать Причем об этом Не знал Сечин Который вот Его вот лепший Вот главный враг Сечин главный враг И он там Больше всего сторожил Мы знаем Что происходили Такие происходили переговоры Потому что Переговорился В основном Меркель И Геншир Который вот Совсем недавно умер Немецкий Вдающийся политик Старенький Очень дядечка Он тут все время Переговаривался Переговаривался И скорее всего Вот тайны переговоров Унес с собой в могилу Хотя может быть Знают переводчики Но молчат И это было внезапно И это был какой-то Международный торг То ли вам Северный поток То ли еще что-то Ну короче говоря Сечин-то был в ярости И чекисты все были в ярости А все А уже не вернешь А кто знает Как будет Ситуация международная Или еще какая-то Как будет Война Собственно Куда она пойдет Никто этого не знает Может быть В какой-то момент Пусть он подумает Что ему легче отдать Навального Чем объяснить Почему он там у него В тюрьме умер Например А речь сейчас идет об этом Речь сейчас идет об этом Потому что Сейчас в тюрьме Навального убивают Убивают Просто это Не вот так вот Заточкой подошли Из-за угла Медленно Да Мы же с вами знаем Какие мы Если честно Какие люди Мы все Какие мы все Все-таки Бываем неэмпатичные Сволочи Потому что Вот Романтическая Там Ну не знаю Смерть Под парусом Заточки Еще что-то такое Когда человек Медленно умирает Прикованный к кровати Умирает Там 5 лет 10 лет Ну да Мы им очень сочувствуем Но скукотища же Что о нем каждый день писать Ну Вчера умирал Завтра будет умирать Чего 10 лет будет умирать А Это вот это и происходит Это Это и происходит С Навальным И если мы это не остановим Это будет происходить И с Яшиным И с Владимиром Карамурзовой Алексей Горинов Который сидит Бывший в колонии Навального Да Покров Давай еще раз Напомним Пожалуйста Про то Что 21 числа Кто не в России Это сделать проще Это безопасно Выйти В каждом городе Я уверена Я кстати Найду эту ссылку Обязательно дам ее Под этим видео Два часа По местному времени Там плюс-минус Да Вместе с теми ссылками Которые дашь ты мне Мне очень интересно Все эти ссылки На книжки Которые ты упоминала Я тебя попрошу Мы все это поставим Так вот Да 21 числа Я лично буду В Тель-Авиве Значит По Испании Я тоже В своих соцсетях Расскажу Где и что У меня есть Телеграм-канал Кстати говоря Кто не знает Лазарева Тут он тоже называется И Инстаграм И Фейсбук И Мы придем все Именно для того Чтобы Увидели люди Вокруг нас Физически вокруг Сделаем информационный Какой-то повод Для того Чтобы люди увидели Что это не безразличный Нам вопрос И про то Что мы тоже Очень этим Обеспокоены И расскажем Всем таким образом Чтобы Чтобы все поняли А почему мы Обеспокоены этим Да потому что Действительно То что происходит В России Сейчас В том числе Спалить заключенными Это ненормально Это не является Человеческой нормой И в том числе Да Яркий пример Пожалуйста Алексей Навальный Который один раз Пытались отравить Пытались отравить Ты говоришь Его убивают сейчас Да его уже убили Практически один раз И после этого Они его второй раз Пытаются с ним Сделать то же самое Да 21 января Пожалуйста Пожалуйста Отметьте эту дату И кстати говоря Поставьте Вот лайк Прямо сейчас Те кто Собирается Присоединиться Сейчас посмотрим Количество лайков А я хочу сказать Что я время говорю О мужчинах Полезаключенных А вот Собственно Лилия Чанышева Одна из первых Арестованных Сторонников Навального Да Она до сих пор Сидит И ей грозит Очень большой срок Много же Ты помнишь Очень много Очень много Арестовали В свое время Штабистов Да Навальновских По всем По всем Годам Девушка Членка В Питере Да Девушка Молодая Которая Переклеивала Ценники Да В супермаркете И оставляла Там На ценниках Антивоенные Послания Ее Очень большой срок Давайте Слушаем Да Да Ее еще Не Не осудили Но вообще Говорят Действительно Нет Естественно Здесь никакой Гендерной Нету Разделения Мужчина Или женщина Естественно У Киры Ярмыш Между прочим Есть Это вот Книжка Тоже По этой тематике Я потом Тоже Сейчас не помню Как она называется Про тюрьму Да Как она там Как она там была Так Да Вот Александра тоже пишет Пишите письма Политзаключенным Обязательно Почему Оля Расскажи Смотрите Даже если вы живете За границей То есть если вы живете В России Это просто поддержка Человеку нужно знать Что о нем помнят Ну нужно знать Что все было не зря Нужно А если вы за границей Смотрите Я все время Отовсюду Где я не бываю Я везде покупаю Открыточки И у меня вот В телефоне Адреса Политические Неполитические Вот все адреса Которые есть Я вот всем Всем отсылаю Открыточки Часто доходят Открыточки Ну там просто Что Ну мы о тебе помним Да там Вот посылка Дойдет Придет там Позвони Как выйдешь Там напиши Ну что это такое При этом Если Открыточки Не дойдут Они знаете Где копятся Начальника зоны Он знает Тогда Тогда он знает Что За Иванова Ивана Ивановича Переживает Весь мир В том числе Татьяна Истель Авиева Например Да То что Даже если Это не дойдет Навального Или Дали Ильич Анышевой Начальник тюрьмы Будет знать Знаете Мы за вами Как бы Наблюдаем Да Да Ну да Действительно Глупо писать Открыточку Начальнику тюрьмы Как-то Это не Нечто неправильное Ну да Но если он Решит не передавать Вредности Да То это будет у него Так Ну что Олечка Спасибо Это я просто Вишка Ошу Лиловым глазом В комментарии Которые пишут Да Лена Кукиберра Кукибурра Пишет Свободу Политзаключенным Вообще Все Девочки Спасибо вам Пишет Александр Джон В Синписьмо Да Андрей Ельцин Напоминает В Синписьмо С вопросительным Знатом Да В Синписьмо В Синписьмо Это где Оно есть А например Вот в Покрове Или в Мелехово В Покрове Светов Горинов Или в Мелехово Десятновале Там в Синписьмо Нет Там ручка Бумажка Хорошо Вот Лена Как раз подтверждает Что в Синписьмо Только с российским счетом Работает Между прочим И тогда Подожди Тогда как Тогда где мы Узнаем эти адреса Я вот в последний раз Забыла Адрес Куда у меня делся Адрес Юрия Дмитриева Сандарбуха Мемориал И я просто спросила Яндекс Как написать Письмо Юрию Дмитриеву И мне тут же Вылезли И образцы Писем Он сидит В Потьме В Мордовии Просто посмотрите Пожалуйста А он же много Здесь сидел Например Чтобы был Последняя Более-менее Последняя Более-менее Дата Просто уже Ну там Есть например В СИЗО Нет он не в СИЗО Сейчас Он ВК То есть это Какая-то логика Включается Вот в Потьме Он сидит Вот адрес Там улица Какая-то Красноармейская Краснознамена Там я недавно Писала Вспоминала адрес Вот просто В Яндексе спросила А еще В Фейсбуке Есть прекрасная группа Я ее все время Пропагандирую Называется Сказки для политзаключенных Она существует Уже очень-очень Много лет И там собираются Люди Которые Все время Да все время Переписываются Со всеми Политзаключенными Публикуют ответы У них есть все адреса Все подробности Жизни Быта Они вам все расскажут И покажут Сказки для политзаключенных Гениальная группа Очень хорошая Спросите там Куда вы Кому хотите написать Спросите А кому вот не пишут Давайте я напишу тому Кому меньше всего пишут Вот туда Слушай Вот смотри Пишут Значит Здесь Галина Писала Навальному Из Германии Все письма Пришли обратно Мне не приходили Мне ни разу Не приходили Письма Вот вообще Обратно Не приходили Ниоткуда Если они пришли Обратно Я вообще думаю Надо посмотреть Дошли ли они до границы Может какой-то Неправильный Вот Мне обычно Приходят письма Назад В Германии Когда я Наклею Меньше марок Чем нужно Так Да Спасибо Да Галина Которая ты пишешь Спасибо Во-первых За то Что вы пишете Навальному Вообще Молодец Продолжайте И действительно Попробуйте Значит Наталья Седунова Пишет Лазарева Не готова К эфиру Просто поболтать Вышла Стыдно За ведущую Да ради бога Господи Я вышла Поболтать И ты знаешь В этом заключается Торжество ведущая Да Нет Просто Мне очень Конечно Жалко Наталью Что ей сейчас Стыдно Но уж извините Это ваш стыд Сами с ним Живите Слушай Я Так Диана Обратно Обязательно Обязательно Указывать Обратный Адрес Спрашивает Диана Не обязательно Если вы хотите Получить ответ Смотрите Вы все равно Не получите Если хотите Получить ответ То вложите Письмо С маркой Своим Обратным Адресом В смысле Конверт Потому что У ученого Конверта И нет И нет Такого количества Марок Особенно Иностранных Которое Дошло бы Например До вашего города По Вильнюсу Но скорее всего Тут из России Если вы Из России Это точно дойдет Если в СИН Письмо Не забудьте Оплатить ответ Посылка письма Это сколько Там Я не помню Сколько 100 рублей 150 Чтобы вам Ответили Нужно Заплатить За это Чтобы ждать ответа Если письменно То вкладывайте Конверт Со всеми марками Со своим Обратным адресом И желательно Я бы еще Положила бы И бумаги Если честно Для заключенному Взять Писточек Это тоже Знаете Ну да Не забудьте Оплатить ответ Хорошо Так Пошли Лена пошла И Джи Би Студио Пишут Стыдно заботу Точно стыдно Да Представьте Вы стыдиться Никому не нужно Стыдиться Стыд Это вообще Самое ужасное чувство С которым мы Зачем-то живем Вот да Наталья Изосимова Пишет Спасибо за эфир Это очень важно Оль Давай заканчивать Потому что у меня Уже Крышка Крышечка Как обычно Подскакивает И кипит Оля Я по тебе Соскучилась Приезжайте Приезжайте Ты такая Такая умная И красивая Я сегодня Я так рада была Встретить Например Пришла На эфир В Бильд Там где Максим Корников Там где Все их Москвы А там Вдруг стоит Как живой Прекрасный Мой дружочек Андрей Архангельский Чудесный журналист Мы с вами Все говорят Ты как тут Говорит А я все Я переехала Я теперь тут Буду жить Вот И как-то Еще там Поболтали Господи А как Как будто Не уезжали Никуда Все уже Здесь собрались А вот вам Эха Вот вам Макс А вот вам Шульман А вот вам Вот Вот и Андрюша приехал Я говорю Что ты видишь Когда в театре Опождите И все А вот что такое Вот что такое Родина Все таки Это все таки Еще и ближний круг И раз Он тут И у тебя И И И Да И жизнь На самом деле Я с тобой согласна Штука Родина Это ближний круг Но Вообще-то Этот ближний круг Конечно Должен быть На родине Да ведь Да А да И поэтому Я задаю Последний вопрос Потому что Вот Псевдо Трофеус Зебра Написала нам Оля Таня И вот так Прямо Машет нам Спасибо Давайте тоже Так сделаем Да Значит Да Вот Юлия Мамедова Прислала нам Донат С тобой Я когда приеду В Берлин Мы с тобой Его Отметим И вот Смотри Вопрос Такой Последний Здравствуйте Пишет нам Цветочек Сегодня Посмотрела Дудя Про Колыму Плакала И вот вопрос А есть ли Надежда На перерождение России И ее народа Вам Ну давай Честно Конечно Приятно Не буду Нет надежды У тебя Вообще На перерождение России И ее народа Толкут Кошмар Нет Либо Мы С тобой Точно Не доживем Поскольку Процессы Которые Происходят Сейчас Они происходят Очень быстро И колоссально Глубоко Вот как Восстановить Потом В народе Уважение К суду Я не знаю Сколько Должно Пройти Времени Ну то есть Вот в Германии Это заняло Два поколения Например То есть Понимаете Да Поколение Которое Участвовало В войне И поддерживало Нацистов Оно уже До сих пор Живо Вот и старички И старушки Благообразные Да Но они живы Только Слова Не давали Никогда Больше Никогда Не давали Слова И потихонечку Нация стала Обретать Голос Только в 60-е Потому что До 60-х годов Да В Германии И антисемитизм Был И гомофобия Была Во всем И женщины Вообще Не имели Никаких прав Очень-очень Долго Никакого феминизма Не было То есть Это все Была Очень Такая страна Которая Боялась Всего И Больше всего Своих Собственных Страхов И своего Собственного Прошлого И было Стыдно Признаться Прекрасный Сериал Кудам 56 Что ты На Кудаме Отжал Танцевальный Солман Касу Юридской Семьи И Друг Твоя Семья Сейчас Об этом Узнает Что тут Было Раньше И какое Участие Ты в этом Принимал И эти Тайны Должны Постыдные Умереть Вместе с Поколением Которое Это дело Проблема Что это Наше Поколение И поколение Моложе Нас Сильно Моложе Нас То есть Должно Умереть Наше Поколение И те Которые Сейчас 30 Не Ну Понятно Что мы Все умрем Успокойся Пожалуйста Никто Вот А после Этого После того Как уже Вырастут Новые Вот этих Новых Уже Можно Там Вот Как-то Вот То есть Надежда Конечно Есть Но Мы Это Не Увидим Ну И Ничего Страшного Оль Мы С тобой Жестоко Все Уповедали Можно Что-то Не Посмотреть Мой Любимый Прекрасный Аналитик Замечательный Владимир Пастухов Тут Его очень Попросили Перед Новым Годом Сказать Что-нибудь Хороший Хороший Прогноз И он Как-то Он Он Попытался Он Попытался Он Сказал Ну Сейчас Сейчас Вот Знаете Что-то 23 Год Он Конечно Ж Будет Лучше Чем 24 Оля С Смем Пастухом Я Кстати Тоже Его Обожаю Конечно Хорошо Вот Видишь Диана Очень Оптимистично Пишет Яцкевич А мы Оттуда Увидим Более того Лично Я собираюсь Перейти в Привидение Чтобы потом Там Являться Если что Если Останется Пионерский Лагерь С юнарами С этим Натаскиванием Я Лично Буду Привидением С этим Пионерами Буду Павлика Морозова Плюнь Сюда Я Привидение Нет Не буду Я собираюсь Являться Если Будет Хорошо То Я Не буду Являться Хорошей Деткой Давай С тобой Договоримся Давай Договоримся С тобой Что мы С тобой Будем Хорошими Привидениями Я Тоже В принципе С удовольствием Останусь В таком Воплощении И да Вы уходите Привидение То еще Да Договорились То еще Та еще Мысль Которую Я сейчас Тоже Обсасываю Внутри Вообще В разговорах Что понимаешь Этот новый мир Который пытается Сейчас Пробраться Да Он все равно Будет новым И там все равно Нет места Нам Ну нет Нам там Места Мы с тобой Точно Там Какой-то новый мир Я вообще Хрен знает Где будет жить Там например Антонина моя Которая сейчас 16 лет Я сейчас Тоже там Ничего не понимаю А потом вообще Ничего не буду понимать Но самое Это ужасное Что вот Есть вот этот Старый мир Который представляет С собой Ну конкретно Владимир Владимирович Путин Который Сука Это вот как вот У меня прям такая метафора Знаешь Такие зеленые стебли А они сквозь Такую ржавую Колючую Вот так намотанную проволоку Которая Вот знаешь Плотная И вместо того Чтобы этому старому Превратиться в нормальный Блин Чернозем И перегной И дать этим всем силу Уже отмереть уже Нет Они все Сука Цепляются И цепляются Мы Понимаешь почему Потому что им этот мир Старый Им понятен А новые Они не понимают И не хотят И они тащат И тащат Вот это все Ну в общем Наш известный Любимый второй тост Это ты сейчас пересказала Ты сейчас пересказала Самое начало Меланхолии Ларса Фонтриера Когда под Вагнера Невеста Невеста пытается Выбраться Из этих С корнями И это все Вот это вот Вот ты сейчас Просто очень близко Пересказала Ларсу нашему Фонтриеру Но там В конце Все таки все умерли Ну нет Так я про то же говорю Что мы тоже Конечно же Все умрем И не надо Поэтому так цепляться Блин Давайте проживать жизнь Ради того Чтобы потом Хотя бы было хорошо Чтобы быть хорошими Привидениями Хорошо Успокойся уже Ты куда сейчас Я сейчас концерт Сергея Невского Композитора У него Новое произведение На На рассказ Льва Толстого Какой-то антивоенной Пойду послушаю У него Контата На Льва Толстого Прекрасно А я улетаю Прекрасно А я лечу Прикинь в Тель-Авив И там будет выступать Группа Несчастный случай С которыми я не виделась Уже, наверное, год И вряд ли бы увиделась Если бы они не выехали С гастролями Так что Все, кто будет в Тель-Авиве 20-го числа Приходите на концерт Несчастного случая Вот так вот А где ты будешь В Татьяне День? А в Татьяне День Кстати, я тоже буду В Тель-Авиве И у меня будет там Встреча со мной Творческая Прикинь, я подумала Ну, с кем еще А у меня как-то сразу Несчастный случай МГУ Татьяна Церковь 25 января Поэтому, конечно Татьяна День Встречать вместе С несчастным случаем Потому что Ну, это Да, Оля Прекрасный Прекрасный Сейчас ты придумала Они, правда, улетают По комнатам Ну, да хрен с ним Ну, вообще, это, правда Московский университет Традиция, конечно Конечно, конечно Алёсик, миленькая моя Не хочу прям с тобой Расставаться Ну, почему не всем В этом чате надо Мы сейчас всем уже Надоедим Вот так уже Да и чёрт с ними Ну, в смысле Извините Нет, ну просто Мне с тобой Очень хорошо Это я к чему говорю Насчёт чёрта с ними Это я, конечно Сейчас Так, скажем Пошутила Какая-то шутка такая Ничего, не чёрт с ними Потому что Они нам очень всем Вы нам очень всем Все важны Дорогие наши зрители Я очень реально Правда, верю Что вы провели это И мы бы ещё Мне кажется Оль, с тобой болтали И болтали Кстати, вот На самом деле Вопрос Вот Андрей Ельцин Пишет Полезный информативный эфир Спасибо Пожалуйста, Андрей Вот Надоедайте Подольше Пишет нам Мария Самарина И между прочим А вот, например Как хорошо, что они уехали Пишет Ирина Сазыкина Вот видите Сколько людей Столько мнений А уехали-то уехали А вы-то нас всё равно Смотрите, Ирина Более того На третьем часу уже Да Я хочу ещё, знаешь Анонсировать Нашу следующую С тобой встречу Наш следующий разговор В котором я уже буду Спрашивать у тебя Про эту долбанную Новую этику С которой я никак Не могу ли разобраться Вот Я её преподаю В открытом университете Третий год пойдёт И да Давайте поговорим Об этом Про новую этику Потому что да Потому что Прямо сейчас дикий скандал Вот прямо сейчас Дикий скандал Вене Нетребко Я замечу Что певица Анна Нетребко Она Любимица Вены И хоть она такая вся Попроботинская И завоенная У неё Австрийский паспорт При этом Поэтому жители Вены Считают её Какой-то своей певицей Но вот певица Певица Анна Нетребко Вышла тут В Аиде Вот буквально Вот позавчера Вышла в Аиде Третьего дня С блэкфейсом Она сделала Блэкфейс Ну посчитав Что Видимо Что Аида Она Абиня из Эфиопии Дочь эфиопского царя И должна быть Блэкфейсом Вот то есть Вот намазала себе Там гуталином лицо А это же По новой этике Харам Прямо скажем И у нас сейчас По этому поводу Значит Разгорается скандальчик Ну то есть Грандиозный скандал О Значит Отменили Извините Лоуренс Оливье В роли Отелла Как ты знаешь В фильме там 56 что ли года То здесь Это уж А сейчас 23 год И тут здравствуйте Пожалуйста Блэкфейс На сцене Венской оперы Короче говоря Есть о чем Поговорить Да Вот между прочим И как раз Да И да Спасибо девочки Солнышки красавицы Пишут нам Продолжайте Да Насчет Привидение Еще пишет Галина Барабанова Пожил сам Дай пожить другому По-моему Слушай Прекрасная шутка Хорошо Миленька Помни сам Скажи другому Пожил сам Дай к другому А мы вам Дорогие наши Зрители Нашего прямого эфира С Олей Романовой Сейчас Я лично Прошу Поставьте Пожалуйста Лайк Все кому понравилось Если вам не понравилось Ну поставьте Дизлайк Тогда Это тоже взаимодействие Какое-то Будет интересно Обязательно Отменили Поэтому поставьте Просто лайк Напишите Какие две Дурочки Прилесные Ну одна Это точно Это я про себя Поэтому спасибо тебе огромное Что ты меня сегодня Просветила в очередной раз Ты знаешь Я обожаю Узнавать что-то новое В чем я ничего Ни в чем не разбираюсь Поэтому Наша с тобой Встреча дорогая Еще впереди А сейчас Иди послушай Пожалуйста Кантату К Польву Толстому Потом Напоем Напоем Романова Мы даже Шутим с тобой Одинаково Черт О ура Ура Уже тысяча лайков Все Спасибо тебе Еще лайков Можно Юбилей Давай До встречи Спасибо Спасибо тебе огромное Целую тебя дорогая Спасибо